This conference will now be recorded. 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 So, 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 and, so, не довериться. Логическая композиция. Одну из шести логических композиций мы с вами разбираем на семинаре. Будет проводиться работа оформительского характера с объектами. Мы поработаем с вами в нескольких направлениях. Это работа с заголовком слайда, это работа с диаграммным объектом, на который большая часть внимания будет направлена. И это работа с текстом, превращением текстов в параллельный список. По работе именно с диаграммом объектом мы будем делать коротенькие выводы инфографического характера, то, что сейчас модно, то, что сейчас актуально. Итак, на этом я, пожалуй, прервусь. Я не буду переходить уже на следующие слайды презентации. И предлагаю все-таки сделать обзор папочки. Я вижу, что к нам активно присоединяются новые слушатели. Всем добрый вечер, всем здравствуйте. Ну и есть последний шанс впрыгнуть вот в этот уходящий вагон. Я хотела бы еще раз, последний раз уже сбросить ссылки в чат, последние ссылки в чат, которые я сейчас дублирую. Для вас это ссылка на скачивание того материала курса, который сейчас у нас обсуждается. Сейчас я буду открывать презентацию, коротенький слайд, буду работать с ним. Ссылка направляется в чат. Но предварительно, возможно, вы захотите установить еще и шрифт. Ссылка на шрифт также отправляется в чат. Предполагается, что по ссылкам вы проходите, нажимаете на кнопочку скачать, скачиваете комплект материалов, а шрифты еще и требуются установить. Установка шрифта это дело не хитрое. Вот, собственно, папочка, которую вы скачали, шрифт Акробат, это небольшой подарок по курсу. Один из инфографических шрифтов, который сейчас очень-очень модный в презентации. Шрифт Акробат Экстра Болт открыть, нажать на кнопочку установить. Шрифт Акробат Экстра Лайт открыть, нажать на кнопочку установить. Ну и шрифт Радиор Акробат обычный, средняя толщина штриха, также нажать на кнопочку установить. Что важно, PowerPoint, ну или все три, да, или все три можно выделить, нажать на команду установить. Если вы этого не сделаете, собственно, ничего страшного, просто выберите похожий шрифт из направления гротеск, то есть такой без засечек, без завитушек. Наиболее близкий аналог, например, к этому решению это шрифт Arial Narrow, ну, Арианин, да, Арианин шрифт, можно выбрать его. Так, всего два файла, два рабочих файла, у нас с вами участвуют в проекте. Это файл под названием проект, но я в настоящее время его сейчас собираюсь открывать. Так, при открытии этот файл выглядит у нас с вами следующим образом, то есть если вы шрифт установили, то шрифт сразу погрузился в презентации, в данной теме оформления, в данном шаблоне как раз таки он у нас и используется. Если, ну, как-то все очень плохо выглядит и нет возможности принять быстрое профессиональное решение по управлению шаблоном, то можно просто выделять участки текстовой информации и подбирать что-то наиболее близкое, наиболее к тому, что, да, ну, тот же самый Arial Black, например, поставить верхнюю часть, ну, вот сюда поставить Arial Narrow, да, Arial Narrow. Ну, в общем-то, посмотрите разницу как бы до и после, да, вот этот шрифт реальный группу применила, а вот это вот то, что было до начала работы. Так что, если не установили, ничего страшного. Итак, на данной презентации у нас уже расчерчено все направляющими. Я предлагаю вам проследовать на вкладочку вид и включить галку, галку направляющие, делать при этом вам ничего не нужно, направляющие уже поставлены в этой презентации. Направляющие красного цвета, они выставлены в шаблоне, их шевелить нельзя. Ну, как мы это проходим, опять-таки, я на этом уроке коротенько не скажу, да. Направляющие черного цвета, их можно двигать, но не нужно, они здесь проставлены для конкретного слайда и мы будем ориентироваться этим направляющим. Итак, композиция, которая будет здесь присутствовать, предполагает наличие также цифровой диаграмму. У нас собирается быть описательная композиция, где одну часть слайда занимает у вас объект диаграмма, диаграмма будет у нас с вами здесь находиться, мы ее скопируем из экселевского файла, другую часть, у нас с вами меньшую часть будет занимать текстовый блок, текстовый блок. Подобные композиции называют описательными. Они не обязательно с таким контентом идут, идут текст, это неизбежный спутник описательной композиции, но вместо диаграммы может быть любой графический объект, например, схема или крупный рисунок устройства товара. Описательные композиции пришли к нам из бизнеса, связанного с рекламой продукции, ну и позже уже финансовые презентации подхватили эту организацию, когда требуется дополнить выводами различные бизнес-объекты. Ну, собственно, вот ее мы с вами и будем делать. Обратите внимание на черную направляющую, которая находится на нашем слайде в позиции 4 по линейке, если включить линейку, увидите эту позицию. Данная направляющая нужна как раз для деления слайда по принципу золотого сечения. Две трети слайда у вас предназначены под один объект, одна треть слайда предназначены под другой объект. Вот такое деление сторон слайда совершенно нормальное, не следует стремиться к абсолютной устойчивости, так, чтобы слева была одна вторая, справа была одна вторая. То есть такой вот слегка перекошенный слайд, который делится на неравные части, совершенно нормальное явление веб-дизайнер, который активно используют и веб-дизайнеры, и художники, и фотографы. В настоящее время я текст прошу увести в правую часть экрана, вот так вот мы с вами его пододвинем, пододвинем, а на левую часть будем импортировать цифровую диаграмму наиболее простым способом. Конечно же, способы копирования подобных объектов у нас обсуждаются и на уровне 1, Powerpoint, и на уровне 2. из папочки мы с вами открываем файл диаграмма. При необходимости разрешаем редактирование, если вдруг у вас операционная система выбрасывает желтую полосу и кнопка разрешить редактирование, не игнорируйте ее, надо будет нажать. Кстати, пример у меня на экране, вот такая кнопочка разрешить редактирование. нажимаем. Диаграмма в Excel у нас содержит исходную таблицу, исходная таблица перед вами, а также непосредственно сам объект, диаграммный объект, который мы собираемся импортировать. Ну и первая часть по разгрузке. Я хотела бы показать вам этот слайд, ну так сказать, в старом исполнении, как, может быть, даже я сама бы сделала бы это, ну скажем, лет 5 тому назад. Ну как вы видите, текст присутствует в неизмененном состоянии, такие крупные абзацные блоки, которые вот как-то даже и не хочется читать. Диаграмма расположена влево, слева из нее практически ничего не изменилось и также присутствует таблица. Наверное, каждая свободная точка на экране у вас занята и нет никаких выводов, глаз в день не отдыхает, везде нужно делать выводы самостоятельно. Ну крупный, опять-таки, заголовок, характерный для моды того времени в большом количестве контекста у нас сейчас присутствует. Мы хотим отойти от данной визуализации, ее разгрузить, чтобы было место подышать и одновременно добавить какие-то крупные интересные выводы на слайде, чтобы человек посмотрел и сразу более-менее понял, как относиться к этому слайду, какую информацию он дает. Сейчас вот эта старая композиция этого не предполагает. Ну и первое, что я делаю, я не буду брать табличку в нашу презентацию, а только цифровую диаграмму, поскольку по контенту они говорят нам об одном и то же. Щелкую по границе цифровой диаграммы, Ctrl-C копирую и перехожу в нашу презентацию. Ctrl-V вставляю. Ну в принципе, если вы поклонник правой клавиши мыши, можете использовать правую клавишу мыши, но очень советую выбирать способ вставки диаграммы, который называется вставка со связью, то есть мы не хотим внедрять статистические данные в таблице в PowerPoint и не хотим заплатывать исходное оформление видиши лифта, так что вот эти позиции, связанные с внедрением, нам не нужны. И вот эта синяя кисточка, которая предполагает, что вы сохраняете исходное форматирование видиши лифта, тоже не нужна. А вставлять диаграмму как рисунок, это даже мобитон, мы на такую диаграмму не будем иметь никаких возможностей влиять. Так что Ctrl-C, Ctrl-V это самый, наверное, лучший способ в работе. Ну, а если нет, тогда правая клавиша мыши и третий значок в параметрах вставки. Цифровую диаграмму мы с вами немножечко уменьшаем, размещаем ее вот в этом квадрате, обрисованном черными направляющими. Фактически размер вашего объекта на вкладке формат можно сейчас наблюдать как 11 на 20 сантиметров. Все правильно вписали, размер вашего объекта на вкладке формат указывается. на вкладке конструктор по работе с диаграммой отображается стиль стиль 6, как уже примененный стиль, я советую от него отказаться, давайте выберем с вами стиль 1, который, ну, по крайней мере, будет делать базовое оформление, что вот на диаграмму еще не оказывали подобное воздействие, да, вот этот был стиль, стиль 8, а вот стиль 1 прошу применить. Итак, ну, вот с вами мы сейчас набрали некое содержимое, я даже, пожалуй, такой вот принт-скринчик сделаю, сфотографирую то, что мы с вами имеем на этом этапе, для того, чтобы потом, может быть, даже какую-то установить, ну, как бы ее назвать, такую последовательность, да, как было, как стало, вот, буду делать такие скрины во время работы. Так, из чего начать? Начать можно непосредственно с заголовка слайда, подобные длинные заголовочки, которые, в общем-то, несмотря на большое количество текста, ничего не объясняют, называют тематическими. Но я сейчас не ругаю этот заголовок, тематические заголовки, которые просто нужны для того, чтобы проинформировать аудиторию о теме слайда, очень популярны в работе для самого разного типа презентации, в том числе и для выступлений, но вот организация его по дизайну оставляет сейчас желать лучшего. Сейчас в моде контрастные решения, контрастные решения с шрифтом и с размерами шрифта. Речь идет о том, что я не буду менять, скажем, часть текста на Таймснером, часть текста на Тафом, нет. Вот именно сама вариация шрифта меня интересует. Шрифты разные бывают по толщине, именно поэтому я просила вас установить акробат, акробат, скажем, толстый, экстраболт или болт, а также акробат худенький. Это один и тот же шрифт, просто с разной толщиной буквы. Часть текста, а именно по выбросу в атмосферу загрязняющих веществ я выделяю и сбрасываю на какой-то нейтральный участок слайда, а лучше за его пределами. Техника такая, хватай, таскай, хватай, таскай. Шрифт в заголовке остается у меня довольно крупным, 40 пунктов толщиной. Шрифт, который я выбросила за пределы слайда, если вам удобно его выделить, вырезать, вставить, ну, так тоже, конечно, можно работать, у меня будет уже небольшим. И более того, я хочу применить к этому участку шрифт еще более тонкий, такой шрифт, как Акробат Экстра Лайт. Акробат Экстра Лайт. Размер текста 18 пунктов меня здесь устраивает. Устраивает. Ну, и я буду шрифт, текст этот поднимать, поднимать так, что буковки у меня будут идти по черной линии, а левая часть, ну, чисто визуально у меня совмещается, потому что в PowerPoint нельзя доверять средствам выраживания с текстом, не очень удобная работа может осуществляться. Так что действуйте на глаз, действуйте на глаз. Ну, как вариант, можете добавить дополнительную направляющую, почему нет, направляющую у нас дублируется с помощью клавиши Ctrl, ну, и чтобы не работать на глаз, можно сработать, ну, прям очень точно, поставив направляющую, ну, а потом удалив ее. Междустрочное расстояние здесь меня сейчас смущает. Вот я выделяю текст и захожу в группу команд абзац. Междустрочное расстояние сейчас популярно уменьшать, и вместо одинарного я устанавливаю множитель, множитель 0,9, 0,9, множитель 0,9. Обратите внимание, как междустрочное расстояние, а именно расстояние между буквами в строке сейчас будет чуть-чуть уменьшено. Но это же всегда дьявол в деталях, уважаемый, что ли, всегда вот мы боремся за такие вот на первый взгляд незначительные, но такие важные тонкости, которые все-таки отличают презентацию профессиональную от любительской. Ну и пожалуй все, что я хотела бы сделать сейчас с заголовком. Итак, правило первое. По работе с заголовком используйте контраст, контраст связанный с размером буквы, сравнительный анализ 40 пунктов, а 18 пунктов у меня идет продолжение заголовка. И что мы с вами здесь получаем? Мы получаем с вами контраст по размеру. Это главное правило контраста. И такой модный контраст, как контраст толщины буквы. Один и тот же шрифт Акробат Болды, а здесь Акробат Экстра Лайт делает именно акцент на верхнюю фразу, разумеется. Шрифт один, толщина, буква разная. С цветом сейчас меньше, меньше играются в заголовках слайда. Если бы у нас подобная встреча проводилась бы около 7-8 лет тому назад, я бы рекомендовала заголовок прежде всего сделать там зеленым или каким-то еще цветом. Было актуально использовать выделение заголовка цветом, именно цветом он у нас отличался от всей прочей информации. Сейчас черные заголовки очень даже приветствуются, более того, считаются достаточно неплохими по внешнему виду. перехожу на работу с цифровой диаграммой, с которой работы, пожалуй, будет больше всего. Цифровая диаграмма я щелкну по границе. Далее я не буду защищать то, что я сейчас собираюсь делать. Я обозначу просто свою позицию, а вы можете мне, конечно, не доверять, потому что мнения у дизайнеров присутствуют очень-очень разные. Итак, начиная с 2013 версии, диаграмма создается в PowerPoint вот с такими серенькими буквами. Независимо от дизайна, независимо от программирования шаблона, серые буквы. Не черные, не черные. То есть это управляется разработчиками и, возможно, всем нравится часть дизайнеров просто в восторге они считают нужным, подчеркивают текст. Я собираюсь щелкнуть по внешней границе и увеличить размер текста до 14 пунктов, минимум, минимум, а также цвет текста, несмотря на то, что он выбран черный, я еще раз нажму на черный, потому что мне нужен здесь именно черный цвет текста, а не графитовый, не тот, который приглушенный черный. Я не буду ничего говорить по этому поводу, кроме того, что мне нужна читабельность. Это единственное правило, которое может пронестись сквозь моду, сквозь тенденцию, это читабельность текстовой информации. Так что я уже наиграл с первым впечатлением и считаю, что прежде всего должно быть очень хорошо видно. Все хорошо видно на биограмме, потом уже все остальное. Буду работать с осями. Каждую ось, ось слева и ось справа я собираюсь акцентировать и сделать ее мощной, черной. Для этого использую такую команду, как контур фигуры. Сделала щелчок по оси слева, по оси значений. Команда контур фигуры на вкладке главная или на вкладке формат. Использую черный цвет и тут же в команде контур фигуры слегка увеличиваю толщину до одного пункта. Точно такая же манипуляция с осью снизу происходит на оси категории, там где расположены года. Нажимаю на ось категории и снова команда контур фигуры черный и толщина в один пункт. Толщина в один пункт. Можно больше, можно в полтора пункта, если просится. То есть теперь мы с вами получили оси и это можно признать просто художественным подходом. Линия сетки, она достаточно тонкая, достаточно скромная линия сетки, но если вдруг вы захотите сделать ее еще тоньше, еще скромнее, ну есть у нас и такой подход, там как 5% серого, 15% серого, ну она достаточно опять-таки слабенькая, слабенькая. Если бы здесь была бы черная линия сетки, я бы обязательно ее приглушила, так что этот момент можно не трогать. Последнее действие с оси. Ось Y, ось значений, сейчас имеет три нуля, которые пожалуй могут только отвлекать внимание. Давайте немножко разгрузим визуально эту ось. правой клавишей мыши щелкаем по оси значений и выполняем команду формат оси. Команда формат оси и деление, деление, где у нас цена деления, цена деления, все, нашла. Цена деления в формате оси, вместо слова нет я выбираю тысячи, вот, и минус три знака, минус три знака на оси у меня происходит. Цена деления, цена деления тысячи, вижу, что произошло. Добавилось слово тысячи, ну, от него можно, в общем-то, даже и избавиться. А если не избавиться, то аккуратненько вместо слова тысячи указать тестон, даже можно дать более полную информацию, это выбросы, выбросы, запитая тестон. Ну, а теперь к сути данной диаграммы давайте обратимся. Эта диаграмма все-таки показывает о том, что с экологией в Москве и Московской области не все в порядке. Но штука это относительно. Москва, конечно, является главным загрязнителем атмосферы в Московской области и прилегающих областях, но тем не менее в Московской области дела похуже. У нас есть тенденция с 2000 по 2014 год, и вот эти вот зеленые столбики означают ситуацию в Московской области. И мы насколько можем следить, здесь какую-то все-таки тенденцию к повышению наблюдаем, динамика общая как бы рваная, но если бы я могла бы по методу наименьших квадратов добавить линию, пожалуй, все-таки эта линия была бы с наклоном вверх. Чтобы об этом не гадать, мы с вами так и сделаем, и наша мысль станет уже очевидной для доклада. В Москве как бы вот здесь столбики рваные не шли, пожалуй, ситуация все-таки снижается. Ну и я захочу сейчас это подчеркнуть. Цвет столбцов в московской области я все-таки перекрашу, поскольку там мысль скорее неприятная будет в серый цвет, а вот цвет московских столбцов я перекрашу в зеленый цвет, поскольку там тенденция все-таки идет к уменьшению. Вот, перекрасил. Затем добавляю к столбикам линию тренда. Правой клавишей мыши щелкаю по московской области ряду данных и выполняю команду добавить линию тренда. Добавляю линию тренда и это линейный тренд по методу наименьших квадратов. Мы с вами эту позицию не меняем. Прогнозы никаких не делаем, такие мысли закладывать не хочу. Переходим на заливку и границу раздел, где просто линию немножко отформатируем, перекрасим ее в серый цвет, сделаем с вами потолще линию тренда, чтобы ее было хорошо видно, 4 пункта, ну и собственно достаточно. И повторяю операцию на этот раз с московскими столбцами. К московским столбцам правой клавишей выше добавить линию тренда, добавляю и выбираю сплошную линию, выбираю цвет линии, выбираю толщину линии, как и в прошлый раз. Вот такая вот у нас будет работа. Если не знаете, какой конкретно тренд добавлять, а суд вообще тренда это отображение общей тенденции, выбирайте линейный тренд, выбирайте линейный, ну а остальные уже, пожалуй, будут содержать какое-то большее количество мыслей. А это метод наименьших квадратов, он подходит для того, чтобы показать общую динамику. И вот тогда уже становится очевидным, что в Московской области ситуация идет на повышение, а в Москве идет ситуация на снижение. Причем из самой легенды вот эти обозначения линейные, линейные можно убрать. Нажать на легенду один раз, нажать дополнительный щелчок сделать по участку легенды и клавиши дэлит на клавиатуре уничтожить. Ну и повторно. Щелчок один, щелчок второй, клавиша дэлит. Клавиша дэлит. Так. Ну и чтобы окончательно уже украсить нашу диаграмму выводами, хотя мы линейные тренда уже многое даем понять, я снова хотела бы обратиться к табличке. Конечно, аналитические выводы прежде всего должны быть у нас в голове. То есть если их нет на слайде, то не скажу, что нужно прям обязательно приобретать какое-то суперспециальное образование, но надо уметь все-таки разбираться хотя бы в том, чтобы заложить процентное изменение. Я сейчас обращаюсь к табличке, вообще могла открыть любой кусочек Excel, просто здесь удобно работать с таблицей, чтобы узнать процентное изменение с 2000 по 2014 год. Вот так, например, высчитывается также процентное изменение цены. Ситуация в Московской области за 2014 год делится ситуацией за 2000 год и минус один. Это не уникальный вариант, можно написать и другой вариант формулы. Копирую формулу вниз и получаю следующие значения. Я соответственно округляю. 5% и минус 39%. Причем 5%, потому что у нас в Московской области произошло повышение, это явно плохая новость, минус 39%, то что в Москве произошло снижение, это очень хорошая новость. Теперь запомню эти циферки, сворачиваю экселевский файл. Графическим образом отобразить хочется это на диаграмме. Мы прибегаем с вами группе команд фигур, фигуры, выбираем с вами прямоугольник со скругленными углами, коротким щелчком мыши, коротким щелчком мыши. Размер прямоугольника пусть будет у нас небольшеватый или они у нас будут. Давайте попробуем 2х2, 2х2 см. Поворачиваем с вами этот объект, чтобы это был ромбик уже. Избавляем от контура. Контур фигуры нет контура. Возможно было бы удобно заниматься этим на каком-то свободном участке слайда, но это по вкусу уважаем. Если вы к тонкой работе привыкли, если опыт работы с пауэрпоинтом есть, то наверное вас это не смущает. Покрашу прямоугольник в бледно-серый цвет, создам копию прямоугольника, Ctrl-D на клавиатуре и заранее лучше это сделать и в зелененький цвет. То есть это площадки, на которых будут располагаться мои выводы. Затем дело за надписью. Команда надпись у вас располагается также в группе фигуры, у нас вкладке главная и создаем с вами отдельные надписи. Плюс желательно все-таки отдельные надписи. Микрофончик выключите, пожалуйста, уважаемые давайте я сама выключу просто для частоты записи. Это неважно, когда микрофончик у кого-то включен, кроме преподавательского. Конечно, на курсах по презентациям, да и по любым другим мы общаемся со слушателями, на это специальное время выделяется, но на семинарах все-таки такой возможности нет. Итак, плюс пять отдельными надписями, потому что такая вот свобода в размещении, свобода в размерах плюс пять процентов, плюс пять процентов. Вот такую композицию хочу изобразить. Плюс можно нарисовать еще маленькую стрелочку вверх, и чтобы это было совсем очевидно, да, вес контура, вес контура, ну вот прям вот совсем крохотулочку такую, маленькую стрелочку вверх. Давайте сделаем так, 0,5 на 0,5. Черного цвета, черного цвета, ну и черный цвет здесь вы догадались, да, у нас ассоциируется в общем-то с нежелательным явлением. Можно использовать конечно и красные цвета, когда вы хотите сообщить о чем-то подобном, ну черный цвет тоже очень неплохо здесь выглядит. Так вот наша с вами инфографическая композиция. И примерно же в таком же духе я собираюсь оформить инфографические выводы, которые будут расположены у меня на зеленом прямоугольничке. Можно воспользоваться уже имеющимися заготовочками, Ctrl-D, продублировать их, перенести, перенести, но здесь конечно надо многое поменять. значок процентов у нас остается хорошо, здесь у нас будет 39, 39 и уже соответственно со знаком минус, 39 со знаком минус, сейчас мы все это более так успешно сможем расположить, не очень это удобная программа, так скажем, между нами уважаемый powerpoint я имею ввиду, что есть профессиональные все-таки программы по работе с такими мелочами, но ничего тут не поделаешь, да, так, я покрашу цвет текста в белый цвет, соответственно зелененький этот прямоугольничек надо, наверное, слегка затемнить, но все-таки чтобы он немножко отличался по цвету, ну, скажем так, достаточно, так, стрелочка у меня будет переворачиваться вниз будет смотреть, вниз будет смотреть и значок минуса также белого цвета пристрою его рядом. Основные команды, если вы как бы пробуете сразу представить себе скорость темпа на курсе, конечно, на самом курсе мы не так интенсивно работаем по скорости, но я все-таки хочу вас предупредить, что уровень 2 это курс дизайн презентации предполагает наличие с вашей стороны уже опыта в работе презентации, поэтому ну, например, иногда, конечно, нужно показать какую-то особенную операцию, но рисовать прямоугольники, рисовать стрелочки, создавать надписи, мы на этом курсе не улучшимся, не улучшимся, мы уже все это умеем, мы больше все используем это в контексте, то есть задаем вопрос, а зачем, а зачем мы это делаем, как именно составить композицию, так, ну что ж, я могу этим бесконечно заниматься, поэтому давайте, давайте я остановлюсь, итак, композиция у нас готова, что касается текста, текст сейчас явно выглядит как некий чужеродный объект, ну и прям не хочется его в таком виде оставлять на слайде, я еще раз напоминаю вам старое решение, мы уже с вами очень сильно разгрузили этот слайд, без таблицы, с выводами на диаграмме, с добавлением линии тренда и обработкой заголовка, уже очень-очень неплохая разница, но вот с текстом что делать, нижнюю фразу, нижнюю фразу я собираюсь поставить под диаграмму, ну вот это место для сносок, ссылок, дополнительного материала, ну и присвою размер текста поменьше 12 пунктов, есть, конечно, презентации, которые идут на очень широкую аудиторию, ну вот скажем на тысячу человек, вы имеете зал, на 3000 человек, конечно, такую подачу мы с вами не используем, лучше использовать американский стандарт, в котором очень маленькое количество текста, но большое количество слайдов, вот об этом стандарте можем поговорить с вами на каких-нибудь других наших курсах, ну в смысле у нас периодически появляются и семинары, и курсы в новых направлениях, и один такой курс, кстати, зреет, тоже направленный на работу в Powerpoint. И так, а вот с текстом, с текстом надо поработать, его надо проредить, уж очень-очень много здесь информации, информацию мне хотелось бы для начала, наверное, поменять даже места, Московская область и Москва. Так уж получилось, что наверху у нас верхняя часть, если коррелировать расположение по композиции с диаграммой, такое ощущение, что верхняя часть она про Московскую область, а нижняя часть у нас будет про Москву неплохо смотреться. Поэтому я, пожалуй, поменяю эти блоки местами. Ну, не сказать, что я что-то сейчас особенное сделала, выделяю часть текста, и так далее. Верхняя фраза, она у влияния Москвы на Московскую область, она пустая, просто ее перепечатают, Московская область. Московская область. Есть такое разделение на ситуацию, что есть очень неприятная обстановка, есть просто неблагоприятная обстановка, ну, и со следующим блоком примерно такое же мы с вами можем наблюдать аранжирование по именно ситуации. Вот, и добавлю еще одно предложение, опасная обстановка, опасная обстановка, и к опасной обстановке у нас относятся Химкинский и Люберецкий районы. Химкинский и Люберецкий районы оставлю так. Здесь вот, кстати, очень интересная информация, сумма атмосферы в УН более 1 тега. Интересная информация, но, пожалуй, нет, не буду сейчас ее визуализировать, текст у нас не будет особенно внимания к слайду привлекать, какой-то инфографический блок будет обращать на него внимание. Неблагоприятная обстановка, и дальше идет перечисление большое количество районов. Обратите внимание, что на этом этапе я просто активно использую клавишу Enter и просто разрезаю текст на обменную составляющую. Затем идет ситуация по Москве. Я так и напишу Москва. У нас есть лучшая экологическая обстановка и в менее благоприятной относится так. Нижнее предложение вообще можно убрать, но оно ни о чем пустое. Наверное, лучшую экологическую обстановку я отправлю в нижнюю часть. Лучшая обстановка, ну, слово лучшая как-то режет глаз, благоприятная. Благоприятная, ага, благоприятная обстановка, которой относится зао и вао. Прошлый раз я делал это через запятую, в этот раз тоже буду делать. И менее благоприятная обстановка, ну, как-то ее надо назвать, ну, неблагоприятной, она у нас уже была. Неблагоприятная обстановка. можно воспользоваться, конечно, копипастом. Так, это сау, сау, юау и так далее. Так, районы здесь с окончанием. Точек у нас нигде остаться не должно, запятая это тоже не очень хорошо, но иногда приходится сказать, черт с ним. Теперь будем с вами действовать по уровню. Я собираюсь использовать клавишу таб на клавиатуре, выделив кусочек текстовой информации и выполнив клавишу тамб. Но вместо клавиши тамб с успехом можно использовать и какой-нибудь вот такой вот укамат, называется увеличить обсуд. Итак, Московская область и Москва это главные уровни, это территории. Опасную обстановку понижаю, Химкинский или Грецкий два раза понижаю. Неблагоприятная обстановка это второй уровень, Мытищинский, Каширский и так далее, третий уровень. Москва на первом уровне, неблагоприятная на втором, САУ, ЦАУ, ИВАУ и ИВАУ на третьем. То есть разношу это по смысловым уровням с помощью клавиши тамб. Итак, география у нас с вами на первом уровне, Московская область, Москва. Обозначение ситуации на втором уровне. Опасная обстановка, неблагоприятная обстановка, неблагоприятная обстановка, благоприятная обстановка на втором уровне. И снова география, уже конкретика на третьем уровне. На третьем уровне у нас районы, а также на третьем уровне находится округа в Москве. Всю эту визуализацию можно, может быть, чуть-чуть улучшить, если преобразовать в смарт-арт. Тут, конечно, по вкусу, уважаемые слушатели. Вы можете выбрать что-нибудь, не знаю, что-нибудь вот такое, что-нибудь вот такое, что-нибудь вот такое. Я не хочу навязывать вам решение, хотя я сама бы выбрала наиболее лаконичный вариант смарт-арта. Выполнив команду, команда выполняется как вариант правой клавиши мыши. Преобразовать в смарт-арт. Вы можете выбрать любую композицию. Я же пройду в другие графические элементы и на вкладке список, на разделе список выберу список с линией вариант. И окей нажимаю. И окей нажимаю. Здесь можно также немножко поработать. Московскую область можно перевернуть. На вкладке главная у вас есть команда направления текста на 270 градусов. В Москву можно также перевернуть направление текста на 270 градусов. Вот так сделать. Что еще? Можно немножко улучшить текстовую информацию. Нужно использовать здесь увеличение, уменьшение текста. Ну, в общем-то, все, что вы знаете, все, с чем умеете работать. Ну, немножечко подберу я его, небольшой декоративный элемент в виде прямоугольничка. Верхней части нарисую. Верхней части нарисую. Можно немножко улучшить низ. Здесь вот пустой уголочек. Если у вас версия 2019 программы, вам будет доступна такая команда, как значки. Команда значки, она доступна не всем, увы, да, все упирается в версию программы. Что-то вот из раздела, может быть, какой-то пучок травы мне бы. Ага, в разделе погода и времена годы то, что надо, то, что надо. Вот такой вот миленький значок, который можно увеличить и поставить в нижнюю часть. Сделать какую-нибудь нежную заливочку. И расположить на заднем плане. Ну, нет, можно даже не делать, потому что так тоже неплохо смотрится. Но, возможно, еще, может быть, добавить прозрачность. Капельку просто буквально, чуть-чуть. Капельку прозрачности, ну, чтобы он смотрелся нежнее. Так. На всю диаграмму можно добавить небольшой контур серого цвета, чтобы она больше как блок ощущалась. Так. На текст мы сейчас посмотрим. Ну, на текст можно, пожалуй, не добавлять. Уважаемые слушатели, мы закончили. Мы закончили. Ну, давайте посмотрим на два варианта. Слайд, как бы он выглядел с полным наполнением в итоге. Вот такой. Старый вариант слайда сейчас перед вами. Старый вариант слайда. Таблица, огромное количество текста, диаграмма, которая может, в общем-то, ни о чем не информировать. Новый вариант. Новый вариант сейчас находится перед вами. Если вам понравилась переделка, отправьте плюс. Не понравилась? Ну, можете меня потроллить. Отправьте, не минус. Мне лично переделка нравится. Плюс. Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо. Инфографика плюс уменьшение, уменьшение, уменьшение. Нужно, конечно, быть не жалостным редактором и на каком-то этапе просто расставаться с лишками текстовой информации. Так. Ну что ж, спасибо. Спасибо, уважаемые слушатели, за ваше внимание. И я сейчас собираюсь озвучить рекламную часть. Ну, вы на ней не обязаны присутствовать. Правильно? Ну, я обязана, обязана ее озвучить. Благодарю вас, уважаем. Итак. Одна из логических композиций. Это всего лишь одна, всего на курсе у нас шесть рассматривается. Работа с объектами, причем не в таком скоростном режиме. А также умение располагать и делать выводы в диаграмке. Вот все, что мы делаем. Ближайший курс, это именно ближайший, у нас стартует 19-го числа, но это интенсив. Он будет длиться два дня. Я в целом на данный курс приглашаю вас как на курс, где вы уже имеете вопросы. Вопросы, которые у вас появились во время работы с презентациями. Потому что новичкам на этом курсе не очень комфортно. Потому что мы обсуждаем там странные вещи. Например, работа с шумблоном. Хочется человеку побыстрее пощупать, скажем, цифровые диаграммы, с текстом нарисовать, рисунок обработать. А мы говорим про работу с шаблоном. День первый будет именно работать с шаблоном с 10 до 5. Мы учимся изготавливать грамотный шаблон. И специалисты в этом направлении могут задавать мне авторы курса любые просто вопросы, на которые я отвечаю. То есть в этом направлении я приобрела очень хороший опыт. Как дизайнер я не могу себя хвалить. Я всего лишь отслеживаю современные тенденции. А вот как технарь я в вашем распоряжении буду. Вторая часть, которая будет уже 20 числа, посвящается работе с объектом. Это то, что мы делали с вами сейчас. Вот эти три модуля, они неразрывно связаны друг с другом. То есть всего лишь один слайд мы с вами сейчас делали. Но при этом работа была со всеми тремя модулями, согласитесь. И композиция, и работа с текстом, и работа с визуализацией. Все сразу одновременно. И вот мы работаем с проектом. Один проект «Надо» также дается. С которым мы вот прям работаем, отрабатывая все виды композиционных решений. И огромное количество различных оформительских приемов. Отмечу также, что курс дизайн-презентации входит в комплексную программу. Если есть желание немножко сэкономить, то вот с 15-го... А, уже поздно, да? Надо посмотреть на сайте. Может быть, есть еще какие-то предложения. Что данный курс дизайн-презентации, он входит в комплексную программу. Если вы приобрели комплексную программу, то уровень 1 вы прослушали у меня. Уровень 2 вы будете прослушивать у меня. Уровень 3 у нас сочетает специальный человек по тренингам. Это Казакова Светлана Васильевна. И также я хотел бы отметить, что наш курс, вообще курсы в центре специалист, идут в очень разных формах обучения. Есть традиционная форма очного обучения. Есть очно-заочное обучение, при котором вы частично общаетесь с преподавателем, частично занимаетесь в домашних или в наших аудиториях и прослушиваете уже готовые записи. Работа в направлении вебинара. Вы сейчас были на вебинаре. Правда, я вам, конечно, вот слова не давала, да? Шипела на вас, что вы на микрофончик включаете. Еще что-то, конечно, на наших курсах, а не на семинарах, а общение гораздо более свободное. Вы можете целенаправленно включать микрофон и общаться с преподавателем. У вас все те же самые права, что и у слушателей в аудитории. И такой же доступ к дальнейшим видеозаписям курса, как у слушателей в аудитории. Ну, есть, конечно, еще одна форма обучения. Она очень выгодная, может быть, по цене, ну, если это интересно. Что есть еще такая форма, как открытая. Это работа с преподавателем. Визуальный контакт преподаватель находится прямо в группе. Вы уходите от всех, кто вам мешает обучаться дома, на работе. Занимаетесь в комфортном классе, с личными наушниками, с двумя мониторами. И вот такой формы тоже есть свои поклонники. Очень подходит ответственным людям, которые сами, ну, как бы, не нужен постоянный надзор, которые сами для себя график обучения составляют. Ну, и есть, конечно же, индивидуальная форма обучения. У нее есть и плюсы, и минусы. Плюсы – это то, что вы отрабатываете, возможно, интересующие именно вас вопросы и ваш проект. Сами выбираете для себя расписание. Весь центр, включая преподавателя, под вас подстраиваются. Ну, есть и минусы, конечно, как обычно – это стоимость. Итак, уважаемые слушатели, я вас буду благодарить. Всем спасибо. Всем спасибо большое. Это было круто. Если будут у вас предложения по выбору темы, если вас особенно интересует, пишите, пожалуйста, на мою электронную почту. Я остаюсь в вашем распоряжении. Спасибо.